Полная информация о значении находки может быть установлена только в результате дальнейших работ. Предположительно, раскопки будут вестись еще неделю. Сегодня пока нельзя дать оснований для окончательного вердикта о характере и значении вскрытого сооружения. Раскопки в настоящее время говорят, что мы вышли на уровень древних оборонительных сооружений средневекового Берестия. Не раннего, не ранней его истории. Там были другого рода оборонительные сооружения. А это уже средневековые, так сказать, которые имеют отношение к так называемой голландской использующей фортификации, бастионной системе. Предположения могут быть разные. Одни исследователи убеждены, данная находка свидетельство того, что древний Брест состоял не только из деревянных построек, но и из каменных. А это меняет представление об истории в корне. Другая категория ученых предпочитает смотреть на ситуацию, не забегая вперед. Более реалистично. Ведь работы еще ведутся, а значит делать заключение о том, что конкретно представляет собой находка, рано. В настоящее время есть очень много мнений, причем эти мнения в разных книжках, учебниках написаны, что замок был деревянный, что все было очень просто, что наши предки вот жили, наверное, так и кто посещает этот музей, он видит, как они жили. Им так кажется, что они так жили. А мы вот на сегодняшний день откопали фундамент каменного сооружения. Судя по фундаменту, это было значительное сооружение. Мы, правда, не можем говорить, что это было еще. Нужно раскопки продолжать. Мы откопали мостовую, которая подводит к этому фундаменту, к этому каменному сооружению. Археологическая находка полностью может перевернуть представление об исторической среде города в прошлом. Кристина Купрякова, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.